Девушки отдыхают Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об искусстве. Искусство призвано служить источником радости и вдохновения для миллионов людей. Выражать их чувства, мысли, эмоции. Искусство способствует эстетическому воспитанию. Попросту говоря, искусство делает нашу жизнь более насыщенной, интересной, красивой. И с этим нельзя не согласиться. Как нельзя не согласиться с утверждением Павла Пикассо. Искусство смывает с души пыль повседневности. Субтитры создавал DimaTorzok В 1979 году выдающийся скрипач Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Звездный ансамбль, основу которого составили участники прославленного квартета имени Бородина, передали эстафету новым поколениям талантливых музыкантов. Высочайший уровень мастерства музыкантов не один раз заставлял залы всего мира аплодировать стоя. Билеты на «Виртуозов» в советском Москве было не достать. В 1982 году оркестр получил официальное название Государственный камерный оркестр Министерства культуры Советского Союза «Виртуозы Москвы». «Виртуозы Москвы» Но пережить пришлось многое. Про виртуозов часто говорят – коллектив с мужским характером. И это действительно так. Поначалу специалисты Министерства культуры Советского Союза утверждали, что такой коллектив попросту не существует. Чтобы доказать обратное и завоевать право на жизнь, нужно было очень много работать. Где только не приходилось репетировать. Уникальный шанс представить «Виртуозу» в публике появился перед открытием Олимпийских игр 1980 года. Тогда в Москву приехал президент Международного Олимпийского комитета Лорд Килланин – большой знаток классики. Был организован концерт в Пушкинском музее. После того, как прозвучали заключительные аккорды, зал замер в изумлении и вдруг разразился аплодисментами, которые не затихали долгое время. Лорд Килланин был счастлив от соприкосновения с высоким искусством. Через день в главной газете страны, в правде, которая могла как вознести, так и растоптать, появилась статья Михаила Капустина, которая называлась «Есть такой оркестр». «Есть такой оркестр». «Есть такой оркестр» Начиная с 1989 года, «Виртуозы Москвы» ежегодно принимают участие в Международном музыкальном фестивале в Кальмаре во Франции. Артистическим директором которой является руководитель оркестра Владимир Спиваков. В 1990 году оркестр уезжает в Испанию, продолжая при этом гастролировать по России и всему миру. А в 1999 году коллектив окончательно возвращается на родину. Музыканты выступают не только на лучших, самых значимых сценах, но и в обычных концертных залах небольших городов. «Я не могу себе позволить», — говорит маэстро Спиваков, «чтобы, скажем, в Ярославле мы играли не так, как в Нью-Йорке. К выступлениям в малых городах мы готовимся так же, как и везде». «Ярославле мы играли не так, как и везде». «Ярославле мы играли не так, как и везде». Музыканты оркестра бережно относятся к традициям. В каждом выступлении виртозам Москвы удается главное — эмоционально взволновать любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость от общения с музыкальными шедеврами, разбудить в нем желание еще раз прийти на концерт. Для нас, говорит маэстро, творчество стало потребностью, а работа — искусством. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А наша программа называется «Русская композиторская школа». На концерте прозвучат бессмертные произведения Оренского и Чайковского, Глазунова и Танеева, Мисковского и Вайнберга. Итак, 6 апреля, киноконцертный зал «Панорама», концерт легендарного оркестра «Виртуозы Москвы». Заходите на наш сайт, звоните по телефону. Мы всегда рады слышать вас. До встречи в «Панораме». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова